Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Управляющие компании города под контролем. Социальная ситуация в нашем городе проакциализуется наличием недостаточного количества неблагополучных кризисных семей. Очередное заседание Координационного совета. Полиция как оказалась? Мы задержаны. За что? За то, что мы раздались. По горячим следам раскрыта кража. Кубок надежды получил вторую жизнь. А теперь об этих и других событиях подробнее. 10 298 рублей. Столько составила новая величина прожиточного минимума за первый квартал текущего года в расчете на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 063 рубля. Для пенсионеров 8 465 рублей. Для детей 10 237. Депутаты Смоленской областной думы уменьшили на 13% ставку транспортного налога для крупных компаний. Ставка снижена для организаций, на балансе которых находится не менее 1 000 грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил. На данный момент для этих транспортных средств ставка налога составляет 52 рубля за 1 лошадиную силу. 13 апреля глава администрации Вячеслав Сидунков и председатель общественной организации Совет руководителей предприятий города, директор Смоленской АЭС Александр Васильев провели плановую инспекцию в 4 микрорайоне. Руководители оценили состояние придомовых территорий, парковок для автомобилей, исправность малых форм во дворах, работу управляющей компанией САЭС-сервис. Обсудили проблему благоустройства с горожанами. Жители 18 дома пожаловались, что в подъездах отсутствуют пандусы для детских колясок, а в доме проживает очень много молодых семей с малышами. Глава администрации обещал взять на контроль эту проблему. Комиссия отметила, что автомобильная парковка около дома номер 10 требует дополнительного благоустройства. Кроме того, жильцы пожаловались на нерадивых соседей, которые ставят машины на тротуары и газоны. Вячеслав Сидунков посоветовал жителям написать обращение в административную комиссию. Теперь на нее возложены обязанности наказывать таких нарушителей. Александр Васильев подвел итоги обхода и предложил направить все возможные силы на решение выявленных проблем. Комиссия из руководителей предприятий и представителей администрации будет регулярно проводить такие обходы в микрорайонах. На границе области задержали 45 нелегалов. Среди них 31 гражданин Республики Молдова, 12 граждан Украины и 2 гражданина Грузии. 11 иностранцев привлечены к административной ответственности. В отношении остальных задержанных проводится проверка. Делегация нашего города посетила 4-й молодежный слет наследники Победы Смоленщины, который прошел в Духовщине. На слет собрались лидеры патриотических клубов поисковых отрядов из 14 районов области. Десногорск представляли военно-патриотический клуб «Ангел» и поисковый отряд «Высота». Домой ребята вернулись с благодарственными письмами. Очередное заседание Координационного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства посвятили вопросам профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними. Какие решения приняты, узнаете, посмотрев наш сюжет. На заседании совета под председательством главы администрации Вячеслава Седункова прозвучало семь докладов. И в каждом стремление и желание помочь детям, подвергшимся жестокому обращению, предложение по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. До 1 июня в нашем городе должна быть создана служба экстренной помощи несовершеннолетним в случаях жестокого обращения с ними. В октябре текущего года на базе библиотек заработают центры семейного чтения. Спортсмены и специалисты «Солнышко» продолжат целенаправленную работу по оказанию психолого-педагогического сопровождения детям и семьям, а также формированию у десногорцев системы семейных ценностей. 1 июня в День защиты детей общественные организации города примут участие в областной акции «Марш за жизнь». Не остались без внимания совета трудности, связанные с трудоустройством подростков на работу. Глава лично пообещал содействие. Пользуюсь любыми уровнями общения с руководителем предприятия нашего города. И в не последнюю очередь, конечно, это совет руководителей, где я имею возможность общаться сразу с большим коллективом руководителей. Я обязательно продолжу и буду популяризировать трудоустройство наших общих детей, десногорцев, несовершеннолетних подростков на период их летних каникул в организации. Все решения Координационного совета направлены руководителям заинтересованных ведомств для исполнения. Ведслужба нашего города напоминает, что торговля животноводческой продукцией в несанкционированных местах запрещена. Мясо, мясопродукты, рыбу живую и охлажденную, яйца следует покупать только там, где продукция подвергается обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме. Не стесняйтесь интересоваться наличием ветеринарных сопроводительных документов. Всероссийский день донора отметили в Смоленске 20 апреля, по традиции устроив акцию по добровольной сдаче крови. Специально оборудованный мобильный комплекс развернули у громовой башни крепостной стены. Многие пришли впервые, но большинство посетивших мобильный комплекс сдают кровь уже не первый раз. Медики надеются, что со временем количество доноров будет расти. 19 апреля в отдел полиции по Смоленскому району поступило сообщение о том, что из магазина в деревне Лоена были похищены продукты и офисная техника на сумму 30 тысяч рублей. Подробности в нашем сюжете. Полицейские установили, что злоумышленников было четверо. В помещение они проникли через окно. Затем с места происшествия скрылись на автомобиле. В районе Ольши водитель иномарки проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться. Вскоре преступники были задержаны и доставлены в отделение. В транспортном средстве полицейские обнаружили похищенные из магазина продукты и технику. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались жители поселка Катань, 88 и 95 годов рождения, ранее судимые за кражи, грабежи и незаконное хранение оружия, а также жители города Смоленска и деревни Рожаново Смоленского района 92 года рождения. Похищенные они хотели продать, а деньги разделить. В отношении задержанных следственным отделом ОМВД России по Смоленскому району возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории региона. Тотальный диктант на «отлично» написали только 2% россиян. Основные ошибки у участников акции выявлены в случаях написания частицы «не» со словами, заканчивающимися на «мы». Это 30% всех ошибок. 1-2% экзаменуемых допустили ошибки в словах «впоследствии» и «искусство». На базе 4-й школы Десногорска 21 апреля прошел круглый стол по духовно-нравственному воспитанию школьников. Педагоги со всех школ города детально рассмотрели опыт преподавания таких учебных предметов, как азбука Смоленского края и основы религиозной культуры и светской этики. До заседания круглого стола в школе прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия. В этот же день, 21 апреля, в спортивном зале 4-й школы проходил турнир по волейболу «Кубок надежды» среди молодежи Десногорска. Организаторы посвятили соревнования «Дню космонавтики». Все подробности в нашем сюжете. В турнире приняли участие юноши и девушки 1998-2001 года рождения. Перед молодежью выступили заместитель главы администрации Сергей Тощев и председатель комитета по образованию Римма Овечкина. Они пожелали всем честной игры и победы. В начале 2000-х соревнования на «Кубок надежды» проходили регулярно, но потом все сошло на нет. А сейчас энтузиаст и большой любитель спорта Василий Томилин решил все возродить. Организовать Десногорскую школьную волейбольную лигу, которая бы объединила всех, начиная с самых маленьких, даже с начальной подготовки, а еще лучше с спортивно-оздоровительной группы. И вырастали они до мастерства, где они могут проявить в таком турнире, как «Кубок надежды». Мы также надеемся, что в волейбол будут долго играть десногорцы разных возрастов. И в заключении еще новости спорта. На этой неделе воспитанники Десногорской спортшколы секции «Дзюдо» приняли участие в составе сборной команды области в первенстве ЦФО, которое прошло в Можайске. А юные боксеры покажут свое мастерство в международном турнире с участием Белоруссии и Литвы. Результаты будут известны на следующей неделе. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин